Привет, меня зовут Анна Бессонова, я таролог. Из этого видео вы узнаете, чего нам ожидать в июле. Нам всегда хочется заглянуть немножечко вперед, узнать, что же нас ждет впереди. И карты Таро – это отличный инструмент для того, чтобы быть на шаг впереди. Для 12 знаков зодиака есть рекомендации. Смотри, подписывайся, ставь лайк. А полный прогноз лично для себя вы можете заказать по ссылке, которую я оставлю в описании к данному видео. Сейчас начнется. Овин, в июле будет важна ваша честность и профессионализм, умение договариваться с другими людьми, а также умение принимать хорошо продуманные и взвешенные ответственные решения. Благодаря этим качествам вы способны выйти победителем из всех спорных и сложных ситуаций, которые приготовила вам судьба. Если есть судебные тяжбы или споры, то решение в итоге будет принято в вашу пользу. Если возникает спор или конфликтная ситуация, необходимо принять взвешенные решения с учетом многих различных факторов. Самый важный совет карты – будьте честными, справедливыми, проявляя характер тогда, когда ущемляют или обижают вас или ваших близких. Тельцы, готовьтесь! В жизни наступает очень благоприятный период. А трудности и конфликты в личных отношениях и деловой сфере остались позади. У вас появляется уверенность в завтрашнем дне. Именно об этом говорит карта «Десятка Пентаклей». Также укрепятся семейные связи, возможно, тесное общение с родственниками, преемственность поколений или желание сохранить какие-то семейные традиции. Со всех сторон у вас все отлично. Задуманное дело завершится успехом, но для этого потребуется время и усилия. Но есть и нюанс. Не нужно ставить на первое место работу и карьеру, материальный достаток, если от этого страдают близкие. Цените людей, которые вас окружают в настоящий момент. Родители, супруги, дети, друзья или родственники. Из-за зацикленности на своих высоких целях вы рискуете потерять тех, кто вас по-настоящему любит. Умеете в повседневной суете находить повод для рано. Близнецы. В июле у вас наступает новый, замечательный, продуктивный этап в вашей жизни. Вас ожидают успех, реализация замыслов и планов, признание окружающих, материальный достаток, стабильность и неуклонный прогресс. Карта означает, что сейчас вы открыты навстречу миру, находитесь в гармонии и резонансе с ним. А мир в свою очередь открыт навстречу вам. Все остальное лишь следствие этого продуктивного сотрудничества. Совет карты. Не бойтесь нового. Идите смело вперед. В вашей жизни скоро начнется новое счастливое время. Давние проблемы и важный вопрос решатся. Задуманные ожидания воплотятся в жизнь. Подвох только в том, что чтобы началось что-то новое, надо отпустить старое. Завершить то, что мешает и не пускает вперед. Так что, близнецы, сначала завершаем, потом начинаем новое. Что не так с этими раками? Раки. Спокойствие, наблюдение и невмешательство. Дайте происходящему идти своим ходом. Станьте немым сторонним наблюдателем. Слушайте свое сердце. И тогда месяц наполнится приятными впечатлениями и осознаниями. Вспоминайте сны, которые вы видели. Прислушивайтесь к интуиции. Здесь может быть скрыта важная информация для вас. Карта говорит о том, что пришло время заняться своим внутренним миром. Вам нужно вспомнить мечты, стремления и самые сокровенные фантазии. Жрица и ее ум скрываются глубоко в душе. И чтобы ее призвать, нужно заново познакомиться с собой. Конечно, разум противится этой связи. Он плохо различает светлые и темные стороны. Совет для раков на июль. Не стоит слишком доверять своему окружению. Особенно это касается личных тайн или скелетов в шкафу. Будьте бдительны, действуйте аккуратно и все будет хорошо. В противном случае вас могут очень крупно подставить. Львы. В июле состояние апатии, упущенных возможностей и отвергнутых даров фортуны. Причина депрессии коренится в утрате интереса к жизни. Вы попробовали почти все. Поэтому больше ничему вы уже не удивляетесь. Однако, сидя на месте, вы упускаете одну возможность за другой. А могли бы добиться многого. Опасайтесь болота покоя, трясина удовольствий и духовной комы. Откройте глаза. Посмотрите на мир так, будто бы вы только родились. Вам требуется перезагрузка. Как быстро записались львы. Мы просто выдадим им медаль. За то, что все записалось с первого дубля. Повезло в июле девам. Это период праздника в прямом и переносном смысле этого слова. Гостеприимный ли хозяин позовет друзей, устроив пир на весь мир. Или команда специалистов, трудившиеся над решением сложной задачи, будет радоваться успеху. Это не важно. Карта тройка кубков говорит о дружеских чувствах, взаимной любви, семейном благополучии. Жизнь вьет ключом. И возникает естественное желание поделиться счастьем с родными и близкими. Полнота эмоций находит выражение во всем. От застольных песен до высокого искусства. На отсутствие вдохновения девам жаловаться не придется. Для супружеской четы тройка чаш может означать рождение ребенка. Для молодых людей – зажигательную вечеринку. А для любителей спокойного отдыха – поход в картинную галерею или кино. Эмоции в любом случае будут приятными, если вы не забудете о друзьях. Совет для дев на июль. Не бойтесь вылезти из черепахового панциря. Заводите новые знакомства. Путешествуйте. Общайтесь. Устройте шумную вечеринку. Позовите в гости старых друзей. Вам срочно нужен выходной. Тенденции июля для весов. Ваше внутреннее состояние можно будет описать так. Одиночество. Желание отгородиться от окружающих. Спокойствие. Если мы берем сферу здоровья, то это лечение и выздоровление. Восстановление сил. На эмоциональном плане это затишье перед бурей. Молитвы или медитации. Поиск гармонии. Или отступление. Такое ощущение, что весы решили сдаться или уйти в позицию размышления, остановки или даже бездействия. Карта также может говорить о том, что в текущих обстоятельствах лучше занять нейтральную позицию. Уступить или проявить смирение. Обратите внимание, чем дольше вы находитесь в бездействии, тем сложнее вам выходить из этого состояния. Передышка, конечно, нужна. Но не стоит очень долго залеживаться, как рыцарь на данной карте. Корпионы в июле решили оставить все нажитое непосильным трудом. Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. Утраченное счастье. Отказ от материальных благ во имя неведомой цели. Тоска по несбыточному. Свойственные романтиков. Вот о чем говорит нам данная карта. Поиск смысла жизни. Абстрактное путешествие в новый мир. Предпринятое, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Восьмерка кубков знаменует выход из зоны комфорта, провоцированный чувством неудовлетворенности. Но подумайте, насколько вы уверены в той цели, в которой вы начинаете свой путь. Девиз июля для стрельцов. Решительность, готовность к испытаниям, борьба с собственными страхами и пороками. В этом месяце у вас будет происходить преодоление эмоциональных всплесков, мешающих объективно оценивать ситуацию. Произойдет обретение внутренней гармонии. На бытовом уровне вас ждет абсолютная победа, которая одержана не с помощью мускулов, а с помощью гибкого женского ума. Слава и почет, плоды затраченных усилий, трудолюбие и упорство ждут вас. Иногда карта сила трактуется как ораторский дар и победа в споре, умение убедить собеседника в своей правоте, не доводя дело до драки. Запомните, ваша сила в этом месяце кроется в самоконтроле. Козероги, период трудностей придется преодолеть вам в июле. В первую очередь эти трудности могут быть связаны с имуществом и деньгами, уменьшением дохода или понижением уровня жизни. Впрочем, карта говорит и о том, что не все еще потеряно. Решение проблемы рядом и достаточно протянуть руку. Подобно тому, как изображенным на карте нищим достаточно постучаться в церковь просьбой о помощи. Также и вам, дорогие козероги, не стоит отвергать протянутую руку поддержки. Чтобы избежать потерь, не полагайтесь только на свои силы. Оглянитесь вокруг, примите помощь, которую вам обязательно предложат. Совет карты в том, что вам необходимо шире смотреть на жизненные передряги. Развитие возможно только через кризисы. Они делают сильнее и мудрее, а также сближают людей. Водолей. Судьба решила преподнести вам урок. Испытать наморальную стойкость. Сможете ли вы противостоять соблазнам телесного мира, сохраняя духовную чистоту? Столкновение с темной стороной личности – это духовный опыт, необходимый каждому из нас для саморазвития. Возможно, разоблачение обмана для водолеев. Вам покажут то, о чем вы не признаетесь даже самому себе. С другой стороны, для людей, сильных духом, аркан-дьявол воплощает трансформацию животных инстинктов в творческую энергию. Преобладание материальных ценностей над духовными. Невозможность противостоять соблазнам. Слабохарактерность – это основная тема июля для водолеев. Рыбы. Для вас сейчас самое время двинуться навстречу своему желанию. Для этого у вас есть все ресурсы. Абсолютно все находится под вашим контролем, и вам нужно действовать активно и спешить использовать это время. Чтобы все сложилось удачно, нужно проявить свою волю, концентрироваться именно на деле. Если говорить конкретно, то все зависит от вас. Будут то романтические, творческие, профессиональные, духовные замыслы. Они обязательно исполнятся, как по мгновению волшебной палочки мага. Все складывается удачно, поэтому отбросьте все сомнения. Приступите к реализации всех самых смелых идей, которые вы давно держите в своей голове. Сейчас вам подвластно все. Вы можете влиять на ситуацию и достигать поставленных целей.